В Шадринском филиале Курганского базового медицинского колледжа прошел традиционный для весны день открытых дверей. Возможностью узнать больше о медицинских профессиях, которые можно получить в колледже, воспользовались старшеклассники шадринских школ и их ровесники из Канашей, Сухрина и других школ района. Сегодня на мероприятии у нас 110 человек. Мы их постарались распределить по шести секциям, чтобы ребятам было комфортно, удобно. Главная новость, которую организаторы дня открытых дверей хотят донести до будущих абитуриентов, такова. Скоро приемная комиссия, соответственно. Поэтому сегодня наша задача как можно привлечь, скажем, с точки зрения интереса, знания, понимания, что такое медицинская профессия. И поэтому мы организуем вот такие мероприятия. В данном случае это идет по системе профессиональная карусель, когда ребята могут побывать в пяти зонах. Они могут посмотреть первую медицинскую помощь, медицинские манипуляции в различных направлениях. В терапии, педиатрии, хирургии. И понять, в чем вообще заключается роль медицинского работника и как должен работать медицинский работник. Знать и понимать на сегодняшний день – это самая важная задача, наверное, для учащихся, которые приходят к нам. Полина Катаева вместе со своими одноклассниками приехала на день открытых дверей из Канашей. Медицинскую профессию на себя она примеряет по очень убедительной причине. Мне нравится помогать людям. Из всего увиденного в аудиториях колледжа на Полину большее впечатление произвели медицинские манипуляции студентов-медиков с воображаемыми больными. Меня особенно впечатлило, как ставят уколы, как делают швы хирургические, потому что раньше я даже не представляла себе такое. В себе самой, как в возможном будущем медицинском работнике, Полина хотела бы развивать соответствующие черты характера, необходимые людям в белых халатах. Такие качества, как доброта, такие качества, как уверенность в своем деле, интерес к своей профессии и ответственность за больных. Диана Селиванова и Яна Тренина, второкурсницы медицинского колледжа, уже на своем опыте могут дать советы будущим абитуриентам. Нынешним старшеклассникам нужно обратить внимание на такие предметы, как биология, химия, потому что это пригодится как и тут на биологии и химии, так и на втором курсе на фармакологии. Потому что на фармакологии там только зубрить, там просто вещества, средства, препараты разные, там только зубрить. В медколледж нужно поступать тем, кто может справиться со стрессовыми ситуациями и должны быть готовы к тяжелым всяким экзаменам, зачетам, потому что это все очень трудно. И люди должны быть готовы к тому, что нужно зубрить и изучать предмет, и прямо вникать в него, чтобы понимать. Мы рады всем, кто к нам приходит, но мы всегда надеемся, что они приходят достаточно подготовленными, у них развито умение учиться, желание учиться, желание работать не только за партой, но еще и руками. Мы их этому учим. Ведь этапность нашего обучения, она и заключается в том, что ребята получают у нас теоретические знания, потом они эти знания закрепляют на наших базах практики внутри образовательного учреждения и выходят на базы практики в лечебные учреждения. Причем ребята, которые с районов, они имеют возможность уже уехать в свои поселки или города, если они из городов приехали, и там уже адаптироваться к той среде, к которой им предстоит в дальнейшем работать.